Отлично. Как вы на этот трепет показываете? Так. Про-фо-на-ри-пки. Сегодня Алексей Викторович опять. И Дмитрий Геннадьевич. Да, еще у нас на безопасном расстоянии полтора метра от нас находится Дмитрий Владимирович. Всем привет. Сегодня мы проведем урок, связанный с источниками света. Да, тогда будет правильнее сказать источники света. И начнем, как всегда, с истории, а может быть даже анекдотом, но старинного из жизни. Когда-то, уже больше 30 лет назад, с группой школьников мы отправились в известную Самарскую пещеру братьев Греви. Там есть такой длинный узкий ход под названием Мышинка. И вот когда обратно мы выползали, а там не везде можно разойтись, только один человек проползает, слышим, кто-то ползет навстречу. Мы остановились в расширении, ждем. Выползают три чуда. У каждого в руках вот по такому куску свечки. У нас тогда были старые самодельные электрические фонарики с такими вот проводами. Они иногда переламывались, лампочки перегорали. И у меня как раз с фонарем случилась какая-то такая накладка. И я, значит, там в уголочке меняю лампочку. Эти трое молодых людей проползают и говорят, ха, фонарики, вот вечно они такие. То провод сломается, то батарейка сядет, то ли дело свечка. Зажег, горит. Погасло, зажег, опять горит. Ну, мы и спорить не стали, разошлись. Ушли в зал. Час-два, что-то гуляли по залу, что-то делали. Нету этих ребят. Ну, и думаю, не проверить ли, что с ними. Ползу обратно. Темно, никого не видать. И тут, слышу в темноте впереди какой-то шорох. Подползаю, сидят эти три чуда в полной темноте, с погашенными свечками. Я говорю, ну, ребята, вы что в темноте сидите? Говорят, у нас свечки задуло. А что не зажгете? А мы спички потеряли. Поэтому, конечно, у каждого свой взгляд на идеальный источник света. И чтобы выбор сделать правильно, конечно, о них надо знать немножко больше, чем просто название. Итак, начнем с истории. Когда-то, в далекие-далекие времена, в 80-е и 90-е годы, вот такой вот заводской настоящий фонарик фирмы Альтурс был пределом мечтания многих. Здесь не диод, здесь лампа накаливания. На затылке, вот в такой коробочке, находилась уже многими забытая большая квадратная батарейка на 4,5 вольта. На 4,5 вольта. И хватало этого добра, хорошо, если на 3 часа нормального света. Никакой регулировки яркости он не предусматривал. Была фокусировка. Очень мало фонарей данного типа, хочу сказать, дожило до наших дней. В общем-то, это такая достаточно большая редкость. В основном спелеологи ходили под землю с фонарями самодельными, потому что нам был интересен ресурс работы. То есть, чтобы без замены батареек работал фонарик как можно дольше. Еще раз хочу сказать, тогда источником света во всех фонарях были лампы накаливания, не светодиоды. И у меня в руках один из таких памятных, тоже можно сказать, музейный экспонат. Здесь в этом мешочке до сих пор герметично запакованы, даже парафином проплавлены. Четыре больших круглых батарейки. Это запасной источник света. Его должно было хватить хорошо, если часов на 10-12. Сам корпус фонаря сделан из самого дешевого фонаря, которые тогда продавались, тоже под квадратную батарейку. Просто корпус обрезался, и с помощью паяльника сюда ставилась крышка. Выключатель оставался от фонаря, а вот эта скоба служила для закрепления вот за эту вот рамочку на каске. Вот в таком вот виде он находился, соответственно, на голове. Сразу должен сказать, что для средней хотя бы экспедиции необходимо было иметь два вот таких запасных блока и два основных. Основной состоял из шести больших круглых батареек. Ну и сразу прикиньте, что это должен быть только батареек, это должна быть вот такая вот примерно стопка. Сейчас, когда речь идет про фонарик, как посветить в бытовых условиях, не в экспедициях, то все сразу, конечно, вспоминают вот про теперь уже привычные гаджеты. В каждом у нас есть функция фонарика, и в принципе это тоже фонарик. Вопрос в следующем. Когда вы определились со своим режимом жизни, графиком жизни, для вас конкретизируются требования, которые лично вы будете предъявлять вашему источнику света, будет ли это кратковременный, одноразовый, будет ли это совершенно нетребовательный аккумуляторный фонарик, которому вообще не нужны батарейки, но правда не факт, что работать будет. Это, ну как, фонарик дойти там от поворота в сторону гаража, там до замка и открыть. Будет ли это в вашей палатке вот такой вот стандартный источник освещения, достаточно удобный. И самое главное, что вам от фонаря интересно? Сила света, дальность, общее освещение, время работы, вес. Вот я насчитал пять показателей. Как опираясь на эти пять, ну и понятное дело, шестой показатель обязательно это цена. И сейчас как раз для того, чтобы подробнее рассказать о всех этих шести категориях, правильно я говорю, Алексей Викторович? Я передаю слово Алексею Викторовичу. Специализированных, подробнее мы их разберем в следующем видео. Их составные части, как выбрать специализированные фонари. А сейчас мы просто их назовем. Я дам какую-то историю по фермам, про то, как они появились, к какому диапазону эти фонари относятся. И, в общем, поговорим об этом. Ну, начать надо согласно заведенному у нас уже режиму с цены. И начнем с того, что нам предлагается на просторах небезызвестного агрегатора Алиэкспресса. Вот это китайские фонари диодные. Дмитрий Геннадьевич, вы уже успели рассказать отличие, соответственно, лампы от диода? То есть появление светодиода, оно произвело революцию в фонарях. Когда появился вот такой источник света, сразу энергоемкость фонаря, она упала значительно, а светимость повысилась. Понятно, да, что диод – это принципиально другой источник освещения, нежели лампа накаливания. Я думаю, на физике вы с этим разберетесь попозже. Но пока скажу, что тут просто принципиально другая схема выделения световой энергии. То есть это не лампа накаливания. Поэтому он гораздо более энергоэффективен. Вот. Китайские фонари. Они стоят достаточно дешево. Вот этот вот, например, фонарь я купил на Алиэкспрессе вместе с доставкой. Правда, я купил сразу пять штук. Но каждый из них, получается, стоил для меня 65 рублей. Сколько, получается, я денег отдал? У нас не математика, у нас обожаю, Алексей Викторович. Ну, короче, в пределах 500 рублей было мне прислано вот эти пять фонариков. Ну, сколько там? 300 с чем-то рублей. Вот. Соответственно, вот этот фонарик Дмитрий Геннадьевич очень похожий по конструкции. Немножко другая кнопка. За сколько вы его взяли? Понятия не имею. Ну, где-то, я думаю, такая же цена в пределах 100 рублей. В принципе, для бытового использования, если вы очень редко ходите в походы, походы ходите не очень серьезные, в том плане, что фонарь не является для вас критичным элементом снаряжения, такие фонари иметь вполне себе допустимы. И я знаю многих людей, у которых позиция такая. Зачем мне покупать дорогой фонарь за несколько тысяч рублей, когда я могу купить вот таких много? Условно говоря, на поход мне его хватит, а потом я его куда-нибудь выброшу, выкину и, в общем, забуду о нем, возьму новый. Это, в принципе, нормальная позиция. Вот. Но не всегда и не всем она подходит. Это безродный Китай. Вот это Китай уже родовитый. Вот. Чем отличается родовитый Китай от безродного? Качеством исполнения. Такой фонарик уже стоит порядка 200-300 рублей. К чему я прелестился на эту модель? Потому что источник питания здесь модерновый достаточно. Если здесь обычные батарейки 3А, то здесь, соответственно, стоит аккумулятор 18650. Это уже серьезный источник питания. Вот такой фонарь с не очень мощным диодом. Он может, соответственно, просветить достаточно долго. Вот я этим фонариком в бытовых целях пользовался достаточно много всю зиму. И вот сейчас высадил аккумулятор, не зарядил, поэтому он не включается. Но всю зиму он не светил, проработал вполне себе достаточно хорошо. В рыболовных магазинах, магазинах туристского снаряжения очень часто можно найти вот такие фонари. Яркий луч. Да, яркий луч. Якобы российский, но, естественно, какие они российские, это такой же Китай. Вот. В чем, в принципе, опять же, для бытового использования, если он в погреб ходить надо, этот фонарь подойдет. Но в чем у него проблема? И эту проблему я наблюдал у многих. Это, в первую очередь, в креплении фонаря. То есть, если даже не сильно происходит удар по какую-то поверхность твердую или обсвод какой-то, то вот это место ломается, фонарик падает с головы и теряется, соответственно. Ну, я что хочу сказать, добавить, Алексей Алексеевич. Вот предыдущие первые, которые вы ставили, у них именно это место, шейка, лапка, оно, ну, вот если взять другой, который мой, оно настолько слабое, что просто от сотрясения он начинает падать вниз, проваливаться. Ну, да, тут вон уже и гайка потерялась, винт вывинтился, видно, да. Соответственно, вот это самое слабое место всех китайских фонарей. Ну, условно, китайских, которые самого дешевого сегмента. Именно место крепления. И даже вот если вы берете фонарь не для того, чтобы использовать в суровых условиях, то, как бы, вы можете понять, что вы можете остаться вообще без фонаря, в принципе, если вы его утратите вот таким образом через вот эту лапку. Другой вариант, это фонари, соответственно, ручные. Опять же, это фонари, которые применяются для несложных походов. Вот Дмитрий Владимирович любезно нам предоставил фонарь, который он использует в своем кабинете, да? Для чего вы используете? Это аварийный фонарь. Данная модель, представленная, которая сейчас была, это аварийный фонарик на случай, если в вечернее время суток выключат электричество. У вас часто бывают аварии, я так понимаю? Раз в год регулярно. Понятно. Именно для этого, чтобы проверить, включено электричество или нет, он, вот я вижу, снабжен штепсельным разъемом. Вот, но, в принципе, тоже отличный вариант. Если у вас лежит где-то такой заряженный фонарик, вы знаете, допустим, что потом вы там сможете с ним куда-то дойти, найти еще какой-то источник освещить, поставить свечки, например, везде, да? В общем, хороший фонарик тоже. Вот. Ну и вот это чудесное устройство, которое досталось нам, Дмитрий Геннадьевич, в количестве огромных... Сколько у нас их? Не знаю. Много. В общем, инерционный фонарь, который вы можете встретить в кабинетах номер 109, школа ЮГ-1 и ЮГ-2. Вот. У нас их... Они пользуются большим спросом для людей, у кого звенечные нервы, там, полученные двойкой или вызовом родителей. Стоит человеку хотя бы 10 минут посидеть, покрутить ручку, нервы успокаиваются, он готов к разговору с Завучем, вот. Но это, пожалуй, единственная его польза, потому что светят они отвратительно. Да, вот я его покрутил и... Туда можно вставить батарейки, но... Пытаюсь его включить, но как это сделать, я, если честно, так за год работы с ним не разобрался. Ну, по крайней мере, медитативную функцию свою он выполняет... Он прекрасно с ней справляется. ...на 100%. Приятный, ракочущий звук. Ну ладно, теперь о серьезном. Да, а теперь о серьезных фонарях. В первую очередь, конечно, легенда фонарикостроения. То, собственно, что даже одно время дало название всем фонарям подобного типа, это фонари фирмы PECI. Их произвело огромное количество. Они снискали заслуженную славу у спелеологов. Где-то достаточно старые модели. Вот это Tico XP, это Mio XP. Это, по-моему, Pixa называется. Вот это мой фонарь, который долгое время был у меня основным фонарем. Я до сих пор его очень люблю с большой теплотой. Вспоминаю, даю пионерам. Кстати, этот фонарь заслужил статус неубиваемого. Но, к сожалению, ничто не вечно в руках детей. Слава Слеповичев, я это припомню тебе. Вот, соответственно, вот такой фонарь. У него батарейный блок отдельный. Но они, опять же, похожи. Еще одна Tico мне даже более интересная. Еще одна Tico. Вот когда-то, пока Алексей Викторович готовится... Алексей Викторович, можно Tico поближе сюда, к экрану? Какую? Вот, последняя. Должно сказать, что вот сама светодиодная революция так получилась, что в силу возраста я был, скажем так, ее свидетелем. Когда зашел, случайно был это году, скажу так, 95-м, по-моему. И в магазине увидел фонарик необычных пропорций, где в графе ресурс освещения было написано 85 часов. Цифра совершенно дикая, цена была совершенно безумная. А мне через день надо было уезжать на Урал. И у меня были серьезные сомнения, может ли он вообще светить. Я его попросил, там была кладовка какая-то в магазине. Я туда зашел, поразился, насколько ярко он светит по сравнению с лампой накаливания. Вот, и купил, невзирая на цену. И отработал он у меня лет 15, пока не в чьих-то там цепких руках не окопался окончательно. Так и не сумел я его сломать. И, к моему удивлению, я не случайно сегодня урок начал с того, что показывал, какого объема когда-то должны были мы брать батарейки. Можно показать. Да, да нет, я показывал просто, да. Вот это фонарь. Это не фонарь, это запасной свет. Вот это запасной. Аварийный свет. А это основной, да. А это основной. И взамен вот того штабеля батареек, я за всю экспедицию зарасходовал 9 батареек формата А3. Вот честно, я глазам своим не поверил. Вот так совершилась диодная революция. Потом оказалось, что я был вторым человеком в Самаре, кто купил этот фонарик Тика. Первым был Максим Сосин, спасатель. А я, оказывается, в магазин попал через час после него. Вот, поэтому именно вот с этой модели Тика, когда-то началась диодная революция. Это очень не заход. Когда-то именно вот с этой модели началась диодная революция, а для вас сейчас светодиод в фонаре, это нечто само собой разумеющееся. Да, уже нет фонарей с лампой накаливания вообще. То есть это полностью ушло в прошлое. Но есть лампы, и то здесь нет. В общем, смотрите, вот это вот, вернемся к основному фонарю, ну, уже не современному, но как бы предыдущего поколения. Вот дуо, пецель дуо, он доработанный, как вы видите. Известный самарский мастер по фонарным делам, Сан Саныч электрический. Сан Саныч, привет. Он освоил модернизацию этих фонарей. В оригинальном исполнении вот здесь стоит дефлектор, правильно же он называется? Дефлектор, да? Ну пусть он называется. Отражатель, который фокусирует луч. Дефлектор этот вынимается из фонаря, и вместо него на место штатной галогеновой лампы, которая достаточно энергоемкая, вставляется вот такой вот диодный блок его изготовления. Вот этот диодный блок, он позволял сэкономить до двух, два раза увеличить экономию батареек и сделать настоящий нормальный дальний свет на фонаре. А так здесь 14 высококлассных диодов. В общем, с этим фонарем очень много я ходил. И, как бы, отличный фонарь. Самый крутой в нем это корпус. Корпус, как я сказал, почти неубиваемый, если не давать десятиклассникам. Вот. У него очень хорошая кнопка выключения. Она не просто кнопка, как переключатель, а опускается, поднимается вверх. В общем, вот такой вот фонарь. Вот. Ну да ладно, про фирму Pezzel. Pezzel это фирма-легенда, как я уже сказал. В первую очередь она легендарна качеством исполнения. Вот этот фонарь, это мой любимый фонарь на самом деле. Это один из первых моих фонарей, купленных за свои деньги. Tic XP. Вот ему уже 13 лет, этому фонарю. Вот. И он работает прекрасно. Я его до сих пор с собой ношу. Это у меня как дополнительный фонарь для того, чтобы в лагере, в палатке светить. Я не меняю в нем батарейку уже года три. То есть, я как их туда поставил, мне специально нужен тусклый свет для того, чтобы никого не раздражать в палатке, допустим. Потому что живем мы в палатках не одни. И ярким светом, если вы придете и долбанете глаза соседу, он не будет рад, в общем, этому. Но, тем не менее, этот фонарик мне очень нравится. И я его бережно храню и вожу с собой. Вот. Ну, я точно так же, вот, большое количество теплых слов хочу сказать про следующую модель, которая рядом, Mio XP. Хотите сказать? Да, ну нет, в принципе, достаточно, если вы просто покажете. На данный момент, да, она сейчас считается устаревшая. Может быть, он и проиграет в яркости последним поколением Tiki. Но данный фонарик я уважаю за то, что у него батарейки не 3, а 2, поэтому их надолго хватает. И за, безусловно, надежность. Это уже третий и четвертый фонарь данной модели, которая у меня в семье находится. Единственная поломка, которая произошла через 10 лет после эксплуатации, это все-таки переломился шнур. Но после замены шнура фонарь продолжает работать до сих пор. Правда, опять не помню у кого. Кто-то взял и не вернул самый первый. Вот у него и вот у этой Tiki очень интересные приключения ближнего света и дальнего света. Соответственно, просто поднимается, опускается. Рассеиватель. Механический рассеиватель, сделанный из пластика. Это из разряда чем проще, тем лучше. Да, да, да. Именно вот за такие решения все и любят фирму Petzl. Потому что она, как бы, стала законодателем мод в строении снаряжения, огромного количества разного снаряжения и фонариков, в частности, именно тем, что все вещи, которые они производили, они всегда были продуманы. У нас вот будет эфир про складные ножи, там будет показан нож этой фирмы. Тоже отличное, прям, изделие. О нем тоже будет много говориться. Вот. Но, к сожалению, а как факт, прогресс сейчас не стоит на месте. Развиваются диоды, развивается электроника, развиваются источники питания. Все вот эти фонари питаются от батареек формата А3, формата А2 и формат С для дуо. Ну, я должен сказать, Алексей Викторович, вот последнее, на мой взгляд, неудачное все-таки решение фирмы Petzl, это когда Tico начали выпускать с аккумуляторами. Многие тогда с этим пользователи, скажем так, не согласились. Я, в общем-то, разделю их отношения. Но, возможно, я все-таки слишком старомоден. Давайте это обсудим на следующем ролике. Но я могу тут просто возразить, как бы, мне понятно логика, почему они так сделали. Они просто ушли немножко в другой сегмент. Они ушли от спелеологов, ушли к спортсменам, которые используют фонарик, например, когда они заканчивают тренировку, уже темно, им фонарик нужен несколько часов, условно говоря. Плюс еще по-хорошему, если уж совсем край, они могут без него обойтись. И они всегда имеют возможность подключиться к источнику питания. По крайней мере, такая возможность есть у них в базовом лагере каком-то. Ну, да ладно. Теперь о фирме, которая мне тоже очень теперь понравилась, когда я начал пользоваться вещами, от этой фирмы стал фанатом. Фирма называется Армитек. Канадская фирма, которая производит фонари. Изначально, я так понимаю, это были военные фонари. Для оружия, поствольные и для силовых структов. То есть название, понятно. Да, да, да. Армитек. Ну, армия. Вот. И я вот купил три фонаря этой фирмы. Сначала я купил вот такой фонарь. Называется он Визард. Потом я купил вот такой пробивной фонарь. Который... Пробивной, это что вы имеете в виду? Вот. Соответственно, он дает светимость более 1300 люменов. Я могу, конечно, вот так вот сделать, но у нас достаточно яркое пятно. С учетом, что у нас очень хорошо освещено помещение. Вот. И потом я для повседневного ношения купил еще вот такой фонарик маленький. Вот. Он тоже имеет очень хорошую светимость. По-моему, 700 люменов. В общем, за счет чего это добивается? То есть, если это все источники питания здесь, это обычного формата батарейки бытовые, то здесь немножко другой источник питания. Я его уже показывал. Это аккумуляторы тип 18650. Такие же аккумуляторы стоят в ноутбуках. Они собраны в сборке аккумуляторной, допустим. И вот 4 таких аккумулятора позволяют ноутбуку работать там достаточно долго. Вот точно такие же фонари. Фирма Tesla. Знаете машины, которые знаменитые? Машины фирмы Tesla. Там тоже аккумуляторы вот такие. Они собраны в огромные длинные сборки, которые спрятаны под пол. То есть, я правильно понимаю? Если сел фонарик и попала сброшенная Tesla, можно ее разобрать. Да, очень большой вариант, что вы найдете там хотя бы маломальский работающий аккумулятор, чтобы стоять его в фонарике. Алексей Викторович, вот несколько раз вы сейчас упоминали такое вот слово, которое, возможно, не всем понятно. Сколько это люменов? Вот еще раз, можно вот этот пробивной фонарик? Это вот 1300. Ну, для сравнения. Вот фонарик, который вот я нахваливал, там, да, вот Mio XP. У него максимальная светимость, по-моему, 80 люменов. Это такая единица измерения силы света. Должен сказать, что вот для хождения просто высвечивать себе под ноги и в какие-то маломальские отдаленные, но не сильно предметы, 80 люменов хватает вполне. Нет, 100 и 200, но это будет уже резать глаза, если случайно посветить в лицо. 1300, конечно, это фонарик не для того, чтобы светить себе под ноги. Конечно, этот фонарик я купил, потому что возникла необходимость, я начал много ходить с моим товарищем на яхте, швартоваться в темное время суток. Вода забирает свет очень сильно, то есть он просто вязнет в водной глади, и поэтому пробивной фонарик, чтобы подсветить берег, допустим, смотреть, может подойти яхт туда или нет, он должен быть достаточно сильный. Плюс еще с ним я вожу экскурсии по штальням, то есть включил фонарик, пробил сразу штреков на 7-8, соответственно, это включается вот таким образом, то есть кратковременные вспышки, чисто для того, чтобы сориентироваться, посмотреть на что-то. Или, допустим, спелеологи, за что его любят, как применяют, вот видите клипс такая, на каске делается специальное крепление, через эту клипсу или через это крепление он крепится на каску, и, соответственно, когда человек подходит к колодцу, ему надо посмотреть, там точки найти, например, крепление веревки, он включает его, смотрит, отпускает палец и, соответственно, таким образом использует. Я еще раз добавлю, чтобы до конца, скажем, внести ясность, следует понимать, да, что сила света и время света – это величины противоположные, да, чем ярче светит, тем на меньше хватит. Да, ну и как бы, ладно, опять же, мы сейчас углубляемся в тему, хотелось бы это оставить для отдельного ролика. Хочется просто сказать, что эти фонари фирмы Armitek, они изготовлены не из пластика, это сплав, легкосплавный, то ли магний, то ли алюминий. В общем, это очень хорошо. У них все кнопки сделаны на герметичных контактах, это тоже очень хорошо, поэтому они показывают очень высокую надежность. Они защищены от воздействия вредных факторов, от пыли, от механических сотрясений, от ударов очень серьезно. Ну и от влаги, понятное дело. Ну, понятное дело, от влаги, да. Кстати, я полагаю, у нас сейчас многие слушатели прекрасно там разбираются в том, что такое показатель IP, да? Ну, нет, нет, мы все-таки для пятиклассников делаем. IP, как бы, опять же, оставим это все для дальнейшего разбирательства, можно как раз будет принести ведро воды в следующий раз, потопить там фонарики, постучать к столу, показать, что они действительно работают. Ну, в общем, специальные фонарики, это специальные фонарики. Краткое резюме, наверное, стоит подвести, и потом, может быть, еще на какие-то вопросы ответить, если есть вопросы. Вот, если вам необходим фонарик, вы должны понимать, зачем он вам нужен. Как бы, такой вариант, дешевый и дешевый середит, что называется, он тоже приемлем, но вы должны понимать, что мир фонарей, мир источников освещения, он многообразен. И, как бы, зачастую, если вы планируете какую-то деятельность осуществлять там в темноте, особенно, если вы собираетесь там ходить в пещеру, подземелье, или заниматься альпинизмом, то фонарик вам должен быть у вас высококачественный. Очень часто такое бывает, что люди недооценивают, допустим, посещение пещеры, той же самой пещеры братьев Грееве оказываются там, с неподобающими источниками освещения. Особенно грешат этим сокские штольни, которые у нас находятся в Самарской области. Очень часто такое бывало, что люди там оказываются без света. Только потому, что они подобрали не тот уровень снаряжения, чтобы пойти под землю. Когда вы идете, вот, допустим, в такие серьезные вещи, у вас снаряжение должно быть серьезным. Это важный момент, это ключевой, наверное, для обеспечения вашей безопасности. Ну, я от себя хочу еще добавить. У нас сколько? Два, да, получается, полноценных именно ручных сейчас фонаря на стороне. Правильно я понял? Да. Если вы выбрали, как область применения фонаря, не просто дойти до гаража, до сарая, спуститься в подвал, но предполагается, что вы там что-то делаете, да, даже если вы выехали просто, я не знаю, там, на одну ночевку, с одной ночевкой на рыбалку. Вот фонарь лучше выбирать все-таки не ручной. Почему? Вам надо открыть палатку, закрыть палатку. Для этого нам две руки. Вы решили отойти от костра за дровами? Вам надо две руки. Если в одной из них вы держите фонарь, то вы с этой работой не справитесь. Да, конечно, если есть на этого фонаря, ну, тип фонаря, то все-таки особое внимание я бы обратил именно на фонари налобные. Ручной фонарь все-таки это очень узкая, я бы сказал, не вполне адекватная какая-то вот ниша применения на сегодня. Вот, тем более, что по ресурсу и по силе света между ними разницы, в общем-то, нет. И поэтому, выбирая фонарь, я, ну, прежде всего, советую вам обратить внимание на модели налобные. Все остальное, это, ну, слишком, как сказать, эпизодическое, редкое использование. Даже если я в темноте, там, не дай бог, колесо у машины меняю, да, мне все равно нужны две руки. И фонарь в этом случае, где он там, на земле лежит? Ну, да. В зубах я его держу. Это, ну, немножко наивно, да. Ну, и, как бы, у нас все-таки батарейки вот такие обычные самые, они, ну, свой век, ну, если не отживают, то, по крайней мере, используются сейчас уже гораздо реже, чем раньше. Вот такие обычные. Ну, 2А. 2А, 2А, 3А, они еще в широкой продаже есть, но все меньше и меньше они используются. Все же мы с вами живем в 21 веке. Стоит уже обратить внимание на типы аккумуляторов новые. Вот 18650-х тоже уже, в принципе, не хай-тек далеко. Вот, но, по крайней мере, именно как источник питания, как источник энергии, это очень важно. Я вот на следующий принесу эфир зарядник для 18650, покажу, как он выглядит, покажу, как он работает, как пауэрбанк. В общем, сейчас рынок фонарей и, соответственно, их модельный ряд позволяет, выбор, да, позволяет вот это вот рассматривать серьезно, вот именно этот источник питания. Сейчас это наиболее популярно. Алексей Викторович, ну, тогда, может быть, стоит пофантазировать и дальше? Как знать, быть может, уже через месяц появятся фонари на возобновляемых источниках энергии? В смысле? Понятия не имею, слово модное. Да, вполне возможно. Ну, представьте, как удобно, да, у вас на голове лобный фонарь, а сверху ветряной двигатель. А, кстати, вот, может, многие не знают, кто вот любит особенно фонари тика. Вы никогда не задумывались, что означает это слово, тика? Не переводил, честно скажу. Я прочитал книгу, которую сделали к юбилею фирмы Пецель. Оказывается, тика – это точка на лбу у индийца, третий глаз. Так что, тика – это не просто фонарь. Первая тика имела не один, а пять диодов в ряд, поэтому получается, что это подразумевалось… Третий глаз с пятью чакрами. Да, третий глаз с пятью чакрами. Но в любом случае, я полагаю, что лобник с возобновляемым источником энергии, ветряком, это для велосипедистов. Да, да. Он очень быстро ездит, и теряк очень быстро крутится. А если в водное колесо поставить? Это для пловцов и байдарочников, да? Рядом сбоку от каждой байдарки у нас находится колесо водное. Чем быстрее гребешь, тем ярче светишь. По-моему, хорошая идея для фирмы Пецель. Да, ну ладно, в общем, следующий эфир про официальные фонари через видео. Все. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»